Проект завода феррасплавов, что планирует разместить под Красноярском компанией Чексу, должен пройти экологическую экспертизу. Такое поручение краевым властям дал президент Владимир Путин. Контроль возьмет на себя гражданская ассамблея. Сегодня на заседании ассамблеи побывал наш корреспондент Роман Рыков. Если строится новое производство, опасное промышленное, следовательно, обязательно выявление мнения населения. Я напомню вам итоги этого выявления общественного мира в городе Красноярске отрицательно, в Емельянском городе отрицательно. Гражданская ассамблея – это краевой аналог общественной палаты России. В нее входят общественные деятели и эксперты в различных сферах. Но сегодня на заседании есть люди, не входящие в состав ассамблеи. Ведь на повестке экспертиза проекта феррасплавного завода. Нужно выбрать организацию для проведения исследований и составить для специалистов четкое техническое задание. Например, каковы последствия вредных выбросов для населения. Должен взяться какой-то период времени и оцениться, какими заболеваниями болело население в Красноярске и в Емельяновском районе. И, соответственно, наверное, взять такие же данные в городах, в которых есть подобные производства. Юрий Мальцев – заслуженный эколог России. Он считает, что производство феррасплавов может и не нанести ущерб экологии. Однако для этого нужно современное оборудование. Проект компании «Чексу», по мнению эксперта, не соответствует этим требованиям. Но мнение следующее, что он требует доработки. Но это нормальное мнение эксперта, когда он смотрит проект. Один из вопросов – кому доверить независимую экспертизу? Вскоре будет составлен реестр организаций, способных это сделать. В Гражданской ассамблее считают, что давать оценки заводу должны ученые из Красноярска. Во-первых, у нас развита наука. Во-вторых, людям, принимающим решения, самим здесь жить дальше. Я не думаю, чтобы человек, который за какие-то вознаграждения изменил свое мнение в пользу какого-то там и так далее. И потом ему в глаза смотреть, с кем он рядом живет. Не решен пока вопрос и кто оплатит. Дорогостоящие исследования. Тем временем в арбитражном суде дело о строительстве марганцевого гиганта отложено до 8 августа. Роман Рыков, Вячеслав Шапошников, Вести Красноярск.